Все представители Фемиды Иссык-Кульского областного, Каракольского городского и Иссык-Кульского административного суда теперь будут работать в новом пятиэтажном здании, которое получило название «Дом правосудия». Таким образом, объединив три суда в одном месте, удалось освободить три здания для других учреждений. С новым зданием связывают светлые надежды. Он должен стать началом знаменательных событий, сказал Садыр Джапаров. Раньше это здание использовалось как общежитие на 500 мест для солдат-пограничников. Спустя 50 лет здание обрело новую жизнь. Сегодня сменилось направление, осуществляемое здесь работой, и теперь оно будет служить судебной системе нашей страны и народу. Учитывая наши возможности, мы находим правильный способ для эффективного использования имущества государства. Размещение ряда судов в одном месте позволяет существенно сэкономить временные денежные затраты, связанные с работой курьера. А также создаются удобные условия по принципу единого окна. Оптимизация судебной системы через современные информационные технологии и электронное судопроизводство, по мнению президента, может оправдать надежды народа и обеспечить прозрачную работу судей. Считаю целесообразным активизировать работу по широкому использованию современных информационных и других технологий. Одной из главных целей, проводимой в рамках судебной реформы за последний год, является обеспечение безукоризненной работы судей высокого качества судебной системы и оправдания надеж народа. Также президент заявил, что работа по обеспечению служебным жильем ротируемых судей и строительство современных зданий, а также открытие домов правосудий в областных центрах продолжится. «В пятиэтажном здании дома правосудия установлен современный лифт. Для всех категорий граждан, участвующих в судебных процессах, созданы соответствующие условия. Имеются современные следственные изоляторы для обвиняемых, отвечающие требованиям сегодняшнего дня. Полностью обновлена мебель залов судебных заседаний, а также кабинеты судей и других должностных лиц в соответствии с потребностями». В старом здании Сыкульского административного суда теперь будет располагаться налоговое, а здание налоговое будет перепрофилировано под детский сад. В помещении Сыкульского областного суда работают сотрудники судебного департамента и служба судебных исполнителей. Президент, осмотрев все здания, выразил надежду, что созданные условия будут способствовать повышению качества работы судей.